В мире, где успех футбольного клуба часто измеряется миллионами и миллиардами, снижение рыночной стоимости команды может показаться катастрофой. Но каждое такое снижение несет в себе определенные причины. Это могут быть трансферные провалы, повреждения, неудачи и, конечно, упущенные возможности. В этом видео мы подробно рассмотрим футбольные клубы, которые подешевели в своей рыночной стоимости в течение последнего сезона. Их опыт — это уроки не только для других команд, но и для всего футбольного мира, напоминая нам о переменчивости успеха и о том, как быстро величие может уступить место скромности. Не забывайте подписываться на канал, чтобы первыми смотреть наши новые выпуски, которые выходят на протяжении всей недели. А перед этим давайте проверим ваши знания футбола. Какая национальная сборная оценивается дороже всех на немецком портале Transfermarkt? Бразилия, Англия, Франция, Португалия. Свои варианты ответов вы можете оставлять в комментариях. А мы начинаем. Десятое место. Верона. Было 133 миллиона 550 тысяч евро. Стало 74 миллиона 150 тысяч евро. Разница — минус 59 миллионов 400 тысяч евро. Открывает наш топ итальянская Верона, которая в завершившемся сезоне чудом сохранила прописку в серии А. Еще в сезоне 2021-2022 желто-синие удивили общественность и смогли занять девятое место. Но уже спустя год команда с первых туров боролась за выживание. Прошлым летом команду покинули Иван Ильич, который был самым дорогим активом клуба. Антонин Барак, Мати Адзакани, Дестини у Доджи, а также купленный у Кальери Джованни Симеоне, который по итогу принес мастифам доход в 5,5 миллионов евро. Говоря о причинах спада в цене, стоит отметить не только трансферные потери игроков, но и основной фактор — это выступление команды. В первых 16 турах серии А Верона смогла выиграть лишь раз, обыграв еще одного аутсайдера турнира — Самбдорию. На протяжении сезона 2022-2023 желто-синие дважды меняли главного тренера. И только благодаря Марко Дзафарони смогли спастись от вылета, выиграв специю в решающем матче за сохранение прописки. Из провалов в стоимости игроков стоит отметить Адриэна Томеза, потерявшего 4 миллиона евро, Давида Фараани и Павела Давидовича — 2 миллиона евро, а также Томаса Анри — 1 миллион евро. Этим летом руководству Вероны стоит задуматься об усилении своего состава, иначе мастифам вновь придется бороться за выживание, чего явно не желают фанаты клуба. Девятое место. Тарина. Было 212 миллионов 900 тысяч евро, стало 150 миллионов 850 тысяч евро. Разница — минус 62 миллиона 50 тысяч евро. Еще один итальянский клуб, который оказался в нашем топе. Тарина в завершившемся сезоне не боролся за еврокубковые места, но и не сказать, что провалился. Основная причина падения трансферной стоимости заключается в потере ряда ключевых игроков, которые оценивались высоко. Летом клуб покинули бразилец Бремер за 41 миллион евро, которому на замену пришел Перс Хюрс и ушедший на правах свободного агента Андреа Белотти. А уже зимой из команды ушел Саша Лукич. Стоит также сказать о приобретении Самуэля Ричи, итальянского полузащитника, который сейчас оценивается в 20 миллионов евро. Почему же команда упала в цене? Как вы понимаете, уход Бремера, футболиста, за которым охотились многие топ-клубы, уже большая потеря. Вообще, прошлую кампанию туринцы проводили с большим количеством арендованных игроков. И, разумеется, после завершения срока аренды клуб вновь упал в цене. Торино играл на своем же уровне, второй год подряд завершив чемпионат на 10-м месте. Но в команду не пришли дорогостоящие игроки по типу Бремера и Белотти. Последний терял в цене год за годом, и это вина руководства, что оно не смогло продать Андреа на пике его славы. Из потерь в стоимости игроков мы отметим арендованного у Вестхэма Николу Влашича, потерявшего 13 миллионов, и в итоге вернувшегося в Лондон. Давид Зима потерял 2,5 миллиона евро. Штефан Синга — 3 миллиона евро. Мергим Вайвода — 1,5 миллиона евро. Также стоит сказать, что Ола Айна, который оценивался в 3,5 миллиона евро, ушел из клуба на правах свободного агента, а Армандо Итсо перешел в Монсу за 3 миллиона евро. Чего же ждать от Торино в новой компании? Вряд ли туринцы готовы тратить большие деньги, многое будет зависеть от того, кто покинет клуб. В команде умеют делать из футболистов качественных игроков, поэтому следим за переменами итальянского клуба в это трансферное окно. Монагаски в прошлом сезоне разочаровали своих фанатов и так и не смогли побороться за выход в групповой этап Лиги Чемпионов. Все мы знаем, что клуб умеет выращивать крутых игроков, которые позже уходят в большие клубы за огромные суммы. В прошлом сезоне команду покинули Арельен Чуамини, который вместе с бонусами обойдет сериалу в 100 миллионов евро, Софьян Диоп, Бено Абадьяшиль, Страхиня Павлович, Пьетро Пелегри и менее известные игроки. На замену были приобретены Мохаммед Камара, Такуми Минамина, Бриль Эмболо, а также ряд арендованных игроков. Всего же Монако смог заработать 113 миллионов евро на трансферах. Говоря детально о выступлениях команды, то подопечные Филиппа Климана не смогли оправдать ожидания руководства и своих фанатов. В Лиге 1 Монегаски заняли только шестое место, поэтому уже в следующем сезоне не сыграют в Еврокубках. В концовке чемпионата клуб проиграл три матча, хотя мог рассчитывать как минимум на четвертое место, что гарантировало выход в Лигу Европы. В Еврокубках команда вышла в одну шестнадцатую Лигу Европы, но уже на этой стадии вылетела от Байера. Очевидно, что с таким составом все ожидали совсем другого от Монако, поэтому потеря в стоимость очевидная. Все эти факторы сказались на игроках. Возрастной Висамбен Едер и Желсон Мартинш потеряли 10 миллионов евро, Гильермо Марипан – 5 миллионов евро, Кевин Фолланд – 14 миллионов евро, Майрон Боаду – 7 миллионов евро, Такуми Минамино – 6 миллионов евро, Рубен Агилар и Жан Лукас – 3 миллиона евро, а Исмаил Якобс – 1 миллион евро. В следующем сезоне руководить командой будет новый главный тренер, а выбор остановился на Аде Хютере. Пока что в клубе не было заметных трансферных перестановок среди игроков, поэтому у Монегасков еще много дел этим летом. Надеемся, что в новом году они смогут порадовать своих фанатов, а мы увидим новые таланты в Лиге 1. Седьмое место. Ливерпуль. Было 927,5 миллионов евро. Стало 848 миллионов 800 тысяч евро. Разница – минус 78 миллионов 700 тысяч евро. А вот и главное разочарование АПЛ, чей кризис явно застал многих фанатов футбола врасплох. Если еще в сезоне 2021-2022 скаузеры претендовали на победу во всех турнирах, в которых участвовали, то уже в завершившемся сезоне не смогли выйти даже в Лигу чемпионов. Говоря о трансферных потерях клуба, в первую очередь стоит сказать про Садио Мане, который, проведя 6 лет в Ливерпуле, решил принять для себя новый вызов и перебраться в Баварию за 32 миллиона евро. Также клуб покинули Нека Уильямс, Такуми Минамина, Марко Груич и Дивок Ориги. На замену этим игрокам пришли Дарвин Нуньес, Коди Гакпо, Фабио Карвалью и Калвин Рэмзи, а также арендованный Артур. Если разбираться детально, почему подопечные Юргена Клопа так потеряли в цене, то стоит отметить множество факторов. Главным из них является выступление команды. В чемпионате Англии Ливерпуль смог занять только 5 место, поэтому будет выступать в Лиге Европы. В Лиге чемпионов скаузеры вышли в 1-8 финала, но с треском провалились против мадридского Реала, уступив на Энфилде 2-5. Разумеется, множество игроков не показали того уровня, который от них ожидали, поэтому потеря в стоимости является закономерной. Также стоит учитывать возраст футболистов, что является одним из критериев образования цены. Таким образом, лидер Ливерпуля Мохаммед Салах подешевел на 25 миллионов евро. Столько же потерял Эндрю Робертсон, Вирджил Ван Дейк на 20 миллионов евро, Фабиньо на 18 миллионов евро, Диего Жота на 10 миллионов евро, Тренд Александр Арнольд и Алисон на 15 миллионов евро, Дарвин Нуньес, Тиаго и Коди Гакпо на 5 миллионов евро. Разумеется, некоторые молодые игроки и прибавили, такие как Ибрагима Канате, Куртис Джонс и резервный вратарь Куивин Келлахер, но этого было мало, чтобы покрыть разницу. Уже этим летом из клуба ушли Роберто Фермино, Наби Кейта, Джеймс Милнер, Алекс Оксленд Чемберлен и Фабио Карвалью, но руководство осознало ошибки прошлых лет и выделило приличные деньги на усиление. За 70 миллионов евро из Лейпцига пришел Доминик Сабаслай, а за 42 миллиона евро чемпион мира Алексис Макалистер. Слухи вокруг трансферов с Каузеров не перестают появляться, а в клуб еще могут прийти Кефрин Тюрам и Ромео Лавиа. Посмотрим, сможет ли Юрген Клопп исправить ситуацию и побороться за титулы в новой кампании. Шестое место. Хофенхайм. Было 200 миллионов 700 тысяч евро. Стало 113 миллионов 850 тысяч евро. Разница минус 86 миллионов 850 тысяч евро. Переходим к Бундеслиге, где с худшей стороны отметился Хофенхайм, потеряв в стоимости целых 43%. Если в сезоне 2021-2022 команда боролась за выход в Еврокубке, то уже спустя год клуб ожидала борьба за выживание, что и сказалось на стоимости Хофенхайма. Только под конец сезона деревенские смогли обеспечить себе сохранение прописки, набрав 7 очков в последних четырех турах. Также на стоимость клуба повлияли уходы игроков. Летом команду покинул Давид Раум, а зимой ушел Жоржиньо Рютер, хотя это и принесло Хофенхайму 54 миллиона евро. При этом были куплены Стэнлин Соки и Озан Кабак, а также были арендованы Анхелиньо и Каспер Дольберг. Разумеется, выступления клуба пошатнули репутацию многих игроков, поэтому Трансфермаркт снизил стоимость большинства футболистов. Взятый в аренду Анхелиньо упал в цене на 18 миллионов евро, Ила Бибу на 9 миллионов евро, Стэнлин Соки на 4,5 миллиона евро, Андрей Крамарич на 4 миллиона евро, Якуб Ларсен на 3 миллиона евро, Кевин Акпогума на 2,5 миллиона евро, Павел Кадырабик и Анжела Стиллер на 2 миллиона евро, Мунас Дабур, Денис Гейгер и Кевин Фогт на 1 миллион евро. В это трансферное окно из команды за 24 миллиона евро ушел Кристоф Баумгарднер и за 5 миллионов евро Штефан Порш, а также покинули команду арендованные игроки, что также ударило по цене клуба. Посмотрим, удастся ли Деревенским усилиться перед началом новой кампании, чтобы в этот раз не бороться за выживание. Пятое место. Эвертон. Было 422 миллиона 750 тысяч евро. Стало 332 миллиона 550 тысяч евро. Разница – минус 90 миллионов 200 тысяч евро. Ириски второй сезон подряд барахтаются внизу таблицы и не думают ни о каких успехах. Имея в своем распоряжении приличный состав и все возможности, чтобы как минимум находиться в середине турнирной таблицы, Эвертон не может наладить структуру команды и подобрать ключи к успеху. И если в прошлой кампании команда с горем пополам во главе Лэмпорда сохранила прописку ВПЛ, то уже в январе клуб выставил легенду Челси за дверь, так как в 23 матчах Фрэнк смог выиграть только 4 встречи. На смену пришел Шон Дайч, а результаты клуба заметно пошли в гору. В конечном итоге Риски заняли 17-ю строчку, опередив Лестер, и тем самым обеспечили себе следующий сезон в высшем дивизионе. Что касается трансферов, то еще летом в Тоттенхэм ушел лидер нападения Ришарлисон за 58 миллионов евро. Зимой же потери продолжились, и за 45,6 миллионов евро в Нью-Касл перебрался Энтони Гордон. Усиление клуба также было достаточно хорошим. В центр защиты пришли Конор Коуди и Джеймс Тарковский, опорную зону усилил Анана, а в атаку приобретены Двайт Макнил и Нил Мопе. Потерю в стоимости клуба можно искать в двух факторах. Это выступление команды и продаж лидеров. Из подешевевших можно выделить Доминика Кальверта Льюина на 15 миллионов евро, Майкла Кина на 5 миллионов евро, Абдуллае Дукуре на 10 миллионов евро, Бена Годфри на 7 миллионов евро, Джеймса Тарковски на 4 миллиона евро и Демарая Грея на 2 миллиона евро. По окончанию сезона свободными агентами клуб покинули Еремина и Том Дэвис, а также Ювентус выкупил Мойзе Кина за 30 миллионов евро. Новых приобретений у ирисок пока что не было, хотя деньги у клуба имеются, поэтому если руководство не хочет наступать на те же грабли, нужно обязательно купить пару-тройку опытных и качественных исполнителей. Четвертое место. Вильяриал. Было 386 миллионов 500 тысяч евро. Стало 294 миллиона 900 тысяч евро. Разница – минус 91 миллион 600 тысяч евро. Желтая субмарина провела очередной достаточно убедительный сезон в Испании, хотя по итогу оказалась в нашем топе подешевевших команд. Сейчас мы попробуем разобраться, что же стало причинами такого спада. Поначалу стоит вернуться на год назад и посмотреть на трансферы Вильяриала. В 2022 году из команды ушли Первис Эступиньян, Херани Марули, Мои Гомес, и в аренду отправился Булай Дия, выкупленный по итогу Салернитаны за 12 миллионов евро. Также Симой был арендован Тоттенхэмом Арно Данжума, который оценивался на пике формы в 50 миллионов евро. Сезон 2022-23 команда начинала под руководством Уная Эмери, который вывел в 2022 году Вильяриал в полуфинал Лиги Чемпионов, и что заметно подняло стоимость игроков желтой субмарины. Но уже в октябре испанец перебрался в Астон-Виллу, а новым главным тренером стал Кики Ситен. В этом году испанцы выступали в Лиге Конференций, но уже в 1-8 финала умудрились вылететь от Андрлехта, что сильно пошатнуло позиции клуба. В Ла Лиге команда выступала более стабильно, поэтому на финишной прямой заняла пятое место, и уже в следующей кампании будет играть в Лиге Европы. К сожалению, не все игроки, которые ковали славу в Лиге Чемпионов прошлых лет, смогли закрепить успехи в этом году, поэтому стоимость многих упала. Так Пау Торрес потерял 5 миллионов евро, Арно Данжума – 25 миллионов евро, Жерар Морена – 20 миллионов евро, Ману Тригерас – 10 миллионов евро. Аиса Минди, Хорхе Куинка, Альфонсо Педраса и Дани Пареха – 3 миллиона евро, а Франсис Коклен – 2 миллиона евро. Совсем недавно из команды ушли Николас Джексон, который обошелся Челси в 37 миллионов евро, и Пау Торрес в Астон-Виллу за 32 миллиона евро, что еще больше ударило по стоимости Вилья Реала. Сейчас клуб приобретает на рынке в основном свободных агентов, из которых можно выделить Дениса Суареса, но вряд ли Кики Ситиен доволен этими трансферами. Если желтая субмарина хочет вернуться в Лигу чемпионов, команде стоит укрепить множество позиций на поле. К слову, недавно мы рассказали про самые подорожавшие команды в этом сезоне. В десятку лидеров вошел и Челси, который, несмотря на свои ужасные выступления, смог вырасти в цене благодаря трансферам. Со всем топом подорожавших можно ознакомиться у нас на канале. Приятного просмотра! Открывает тройку главных неудачников Леон, который уже второй год подряд пролетает мимо Еврокубков, а выступления команды в Лиге 1 оставляют желать лучшего. По своему составу дети смотрятся на равных со всеми претендентами на Еврокубке, но в конечном итоге не могут реализовать свой потенциал. Прошлым летом Леон продал своего лидера полузащиты Лукаса Пакета в Вестхэм за 42 миллиона евро, но усилился достаточно качественными исполнителями. В команду пришли Карентин Талисо, Александр Ля Казет, Амин Сар, Николас Тальяфико, Жефиньо и Дэн Лаврен. Многие имена уже давно на слуху в Европе, поэтому от детей ждали хороших результатов. По итогу команда смогла занять только седьмое место в Лиге 1, хотя и показывала зрелищный футбол. Вернувшийся в родной клуб Ля Казет настрелял 27 мячей в чемпионате, но даже это не помогло Леону выйти в Еврокубке. Уже зимой права на защитника Малу Гюсто выкупил Челси, поэтому оценивавшийся в 25 миллионов евро француз этим летом будет выступать в Лондоне. Усэм Ауар потерял в стоимости 12 миллионов евро, не продемонстрировав своих лучших качеств, а после окончания сезона и вовсе ушел в Рому на правах свободного агента. Муса Дембеле продолжил свою крутой эпике в цене и потерял еще 8 миллионов евро, а позже также покинул клуб свободным агентом. В связи с возрастом в цене также упали Тьяго Мендеш на 4 миллиона евро и Антони Лопеш на 2 миллиона евро. В июле этого года потери продолжились. Мендеш уехал в Саудовскую Аравию, а Дженк Аскаджар был выкуплен в Валенсии. В команду уже успели прийти Клинтон Мата и Скелли Альвера. Но для борьбы за Еврокубки Лорану Блану явно нужны игроки другого калибра. Посмотрим, куда дети потратят вырученный с трансферов деньги. Второе место. Валенсия. Было 294 миллиона 500 тысяч евро. Стало 170 миллионов 200 тысяч евро. Разница – минус 124 миллиона 300 тысяч евро. Летучие мыши становятся еще одним испанским клубом, который заметно упал в цене. Если еще в сезоне 2021-2022 Валенсия была на 9-м месте и некоторое время боролась за Еврокубки, то уже в завершившейся кампании оранжевые с большим трудом сохранили прописку в элите, решив задачу только в последних турах Лалики. Летом 2022 года команду покинули Карлос Солер за 18 миллионов евро, Гонсало Гуэдеш за 32 миллиона евро, Макси Гомес, Яспер Силлисон и другие. На замену этим игрокам пришли Уго Дуро, Андре Алмейда, а также были ориентованы Джастин Клюйверт, Ник Гонсалес, Илайш Мариба и Дженк Аскаджар. Разбирая игру команды, стоит сказать, что начинали летучие мыши под руководством Дженара Гатуза, который смог выиграть только 7 матчей из 22. Позже исполняющим обязанности тренера был Уоро, который проиграл все три встречи, а завершала Валенсия сезон во главе Рубена Барахи, который и смог помочь желтым остаться в элите. Если пробежаться по потерям стоимости игроков, то здесь заметно упали Хосе Гайя на 10 миллионов евро и Уго Гильямон на 6 миллионов евро. Остальные также незначительно подешевели. Исходя из ситуации в клубе, стоит сказать, что президент Валенсии Лейхун Чан не стремится тратить заработанные на трансферах деньги и вкладывать в команду. Желтые год за годом теряют игроков, меняют тренеров, но при этом не достигают прогресса. Стоимость Валенсии заметно упала из-за потери многих ключевых игроков, а также ушедших арендованных футболистов и результатов команд. А в перспективе клуб и вовсе скоро может вылететь во второй дивизион. Если руководство клуба не задумается над продуманными трансферами и усилением, летучих мышей ждет дальнейший регресс. Первое место. Севилья. Было 361 миллион 300 тысяч евро. Стало 214 миллионов 800 тысяч евро. Разница минус 146 миллионов 500 тысяч евро. Лидер нашего топа. Хотя быть победителем такой подборки не самое лучшее достижение для Севильи. Нервионцы в сезоне 2021-2022 обеспечили себе выход в групповой этап Лиги Чемпионов, поэтому сезон 2022-2023 фанаты клуба ждали с большим удовольствием, ведь подопечные Хулина Лапитеги показывали достаточно уверенную и стабильную игру. В этой кампании закрепить успехи, к сожалению, не удалось. Уже в октябре Лапитеги после одной победы в 10 матчах покинул пост главного тренера, а на замену пришел Хорхе Санпаули, работавший в сезоне 2016-17 в Севилье. Под руководством аргентинца краснобелые не смогли стабилизировать свою игру, и по итогу Санпаули отправился вслед за Лапитеги, а спасать сезон взялся Хосе Менделибар. Если в конечном итоге в Ла Лиге Севилья оказалась на 12-м месте, то в Лиге Чемпионов заняла третье место в группе, тем самым оказавшись в своем излюбленном турнире, а именно Лиге Европы, где подопечные Менделибара вновь оказались победителями, в финале обыграв Рому Жозе Мауринью. Этот успех гарантировал нервионцам Лигу Чемпионов в следующей кампании, а значит, есть все шансы исправить финансовую ситуацию, которая, по слухам, у Севильи оказалась в плачевном состоянии. Если прошлым летом клубу пришлось продать своих лидеров защиты Жюля Кюнде и Диего Карлоса, заработав 81 миллион евро, то уже в это трансферное окно Севилья готова расстаться с любым из своих исполнителей. Также уже успел уйти спортивный директор клуба Рамон Мончи, последовавший в Астонвиллу за Унай Эмери. Из потерь в стоимости футболистов мы отметим Юсефа Энниссери, потерявшего 5 миллионов евро, Лукаса Акампаса 13 миллионов евро, Ясина Бонну 6 миллионов евро, Гонсало Монтиэля 2 миллиона евро, Маркаса Акуньо 8 миллионов евро, Рафу Мира 6 миллионов евро, Эрика Ламелу на 7 миллионов евро и многих других, которые падали в цене. В это трансферное окно Севилья пока не теряла игроков, но зато успела выкупить Лаика Баде за 12 миллионов евро. Сложно сказать, какие сюрпризы преподнесут нам Севильцы этим летом, но хотелось бы, чтобы клуб не терял футболистов, добившихся победы в Лиге Европы. Снижение стоимости команды – это, безусловно, трудное время для любого клуба, но это также время для самоанализа и переосмысления. Это время, когда можно учиться на своих ошибках, перестроить стратегию и установить новые цели. В конце концов, футбол – это игра перемен. И каждое снижение стоимости может быть воспринято как возможность для восхода. Друзья, а какой клуб разочаровал вас больше всего? Пишите в комментариях, нам будет интересно почитать ваше мнение. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова